Всем привет, вы как всегда на легендарном канале Влог Дикаря, и с вами ваш любимый Дикарин. Мы уже двое суток добираемся в Турцию, в отель 5 звезд, добираемся с провинции Сыктывкара. Мой абонемент. А я думал бесплатно, оказывается платно. Мишаня, я знаю, ты смотришь этот влог. Пожалуйста, заселяйтесь. Теперь второй день вашего любимого Дикаря в Кирове. Смотрите, я снял вот такую вот квартиру, однокомнатную, за 1000 рублей, возле ЖД вокзала. Давайте сделаем рум-тум, мои дорогие. Ну все, мои дорогие, наш день в Кирове закончился. Мы отправляемся на поезде, это ЖД вокзал Кирова, в Москоу-Сити. Через 14 часов мы будем в Москоу-Сити. Это будет в следующем влоге. Я покажу, как я еду в поезде, как сейчас там и так далее. Приятного. Ладно. Влог Дикаря. Друзья, я просто в шоке в туалет. Спрятались 5000 прямо в поезде. Страшно стоять, тут такой звук. Оп, нажимаете кнопку и они сенсорно. Страшно идти, блин. Ну нафиг, пойду отсюда. И мы отправляемся из Кирова в Москву. Ну что, ребят, король вернулся. Я в Москве. Отправляемся мы из Черкизовского вокзала. Сейчас в аэропорт Внуково и в Турцию, в Аланию, в Лакшери Люкс. Из Цыктывкара вот такой вот путь, двое суток. Получается, Москва встречает гостеприимно. На меня птица насрала. Всем добра, идем дальше. Ну что, мои дорогие, вождикарь уже едет в метро. Еду со станции Черкизовская на юго-западу. И оттуда на автобусе в аэропорт Внуково. И потом уже все, в Турцию. Так что, такие дела. Короче, мы сели не на ту станцию. Приехали на бульвар Рокоссовского. И сейчас едем дальше на юго-западу. Получается, в другую сторону сели на метро. Но время позволяет. Едем дальше. Приехали мы на станцию Лакумент. Сейчас выходим и едем на автобусе во Внуково. Вот, получается, на метро мы приехали за 1 рубль. Почему-то у нас, короче, списался 1 рубль, поездка вышла. И сейчас на автобусе полденек. И все, и мы в аэропорту. Мы выходим со станции Румянцево. Да, Румянцево. На Киевское шоссе. И садимся на автобус и едем. Вот такие дела, ребятки. Да, конечно, так добираться не очень-то легко с провинции, блин. Усталость берет свое. Но, что поделать. Хочешь отдыхать, вот так вот надо добираться. А вы посмотрите. И, если кто-то надумает отдыхать, вот что предстоит. Вам. Вы спросите, почему нельзя было с Сыктывкара сразу поехать в Москву на поезде. Ну, потому что, ребят, очень долго, намного дольше. Проще доехать до Кирова и дешевле. И с Кирова уже по прямой ехать в Москву. Потому что с Сыктывкара поезд едет в Микунь. Там он еще стоит, как бы в другую сторону. Потом он только едет в сторону Москвы. Приняли решение ехать до Кирова. И дешевле, и быстрее получается. Вот так вот. Все. Вот, смотрите. Москва-Сити. Короли вернулись. Вот она, ребятки. Москва. Вот он. Бизнес-парк Румянцево. Мы вдвоем вышли с утро и идем в аэропорт какой-то остановки. Даже людей нету. Правильно вышли или нет. Но сейчас мы все вместе узнаем. У нас уже вылет через 4 часа. А мы где-то в Румянцево тут шляемся. Всем добра! 611-й. Пришли, верно. Вот он автобус. На этот? Да, на этот. Ну, написано так. Мои дорогие, приехали мы на 611-м автобусе в аэропорт Внуково. Бесплатно. Получилось, что бесплатно. Карта там что-то ошибку считала. Не считывалась. Не считывалась. В итоге бесплатно доехали. Вот так вот фартило провинциалом. Как говорится, хоть что-то сэкономили. Так, люди все идут туда. Ну, мы тоже пойдем туда. Вот он, легендарный аэропорт. Легендарные люди. Легендарная Москва. Все, сейчас проходим кучу регистраций. И там последнюю уже съемку включаю. Сил нет. И все. Потом мы уже в Турции регистрации пойдем. Так что идем дальше. Вот информационное табло. Аэропорт Внуково. Терминал А. То, что нам нужно. Вот такой вот вход. Над нами там стройка. Что были год назад стройка. Что сейчас. Короче, в Москве какие-то постоянные стройки. Ну ничего. Мы вроде адаптировались. Вон тут какой-то тоже вход в привыкзальной площади. Но нам все прямо. Все, мы зашли. Получается, прямо с улицы через дорогу сразу в аэропорт. Так удобно. Даже по улице надо проходить. Сейчас вот здесь будет багаж проходить. И вот наверх уже в сам аэропорт. Получается, вот, ребят. Аэропорт Внуково. Вот тут вы проходите. Получается, у вас вещи смотрят. Вы заходите. И все. И потом наверх. Очень даже удобно. Время получается 23.30. Вылет в 3.30. Еще 4 часа до вылета. Можно сходить в крошку картошку. Поесть. Вот внизу, кстати, есть камера хранения. Мы вот сейчас поднимаемся наверх. Здесь уже вот. Что там идет? Мы куда идем? Мы идем на вылет. Наверное, еще выше, на второй этаж. Да, нам выход в город не нужен. Мы идем на вылет. Вот тут видите, как все красочно. Покушать можно. Лишь бы деньги были. Так, ребята, после того, как вы прошли осмотр, вы идете на регистрацию на соответствующий свой номер. Мы сейчас свой номер посмотрели и идем на него. Ну и все. Потом поднимаемся еще наверх. Там еще что-то, какие-то проверки. В принципе, вот такая вот процедура. Вот такой аэропорт Внуково. Здоровый. Вот это вот регистрация, видите? Куча людей. Короче, как муравьи все бегают. Что-то ищут. Вон, смотрите, как крыша на портах. Ну, что, люди простые, вон, снимаем. Москва с тобой. А мы летим в Турцию. Все, мы прошли паспортный контроль. Идем дальше на пункты досмотра. Третья процедура. То есть, получается, выход. И нас еще рассидели, Вен. Двадцатый Д, у меня тридцатый Д. Будем в разных местах. Десять дней разница. Почему-то разные, да, ли. Мы прошли все регистрации. Сейчас мы в этом. Датифра. Датифра. Дутифри. У нас в деревне Датифра называют. Здесь вот всякое продается. Всякие штуки, дрюки. Куча людей. Ничего полезного, а так. Всякая хрень, короче. Воду у нас все отобрали. Можно только 100 миллилитров. Так что, ребята, на будущее больше 100 миллилитров нельзя. Вот он, наш самолет. Который у нас, как у нас, как у нас, турка уже подлетел. Пилот вот сидит, смотрит. Все вот так вот. Ну что, мои дорогие. Получается, все регистрации прошли. Осталось только зайти в самолет. Что мы сделали? Мы взяли себе еду на 1300 рублей в крошке картошки. Это вот такие два сырных супа и две вот эти, собственно, крошки картошки. Это реально крошки картошки. Получается, у меня отняли всю воду. Также я попросил в крошке картошки в свою вот такую вот стаканчик налить воды. Мне отказали. Это запрещено. Говорю, хоть в рот залейте воды-то, пожалуйста. Запрещено, говорят, нельзя. Вот такие вот правила. Такая вот Москва суровая. И говорят, что еда еще и невкусная. Суп невкусный, соленый. Короче, вот такое вот говнище продают в крошке картошки. Хреновая еда. Ну это наше мнение. Мы не говорим, что там плохо готовят. Еда вот для нас была хреновая, дешевская. Отношения не очень. Ну это политика компании, видимо. А так, все тогда. Уже представьте, что мы уже в Турции греемся на солнце. Я уже там снимать не буду, мне лень. Так что вот такой вот путь у нас был. Всем спасибо за просмотр. Ставьте дизлайки и лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok